здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в уроке photoshop в этом уроке я хочу вам показать как нам сделать а вот такой вот тюбик и некий флакон конечно же мы не будем делать это с нуля это у нас готовый макет в готовом макете у нас присутствует несколько различных вариантов отображения изначально они будут выглядеть вот в таком как бы заготовлены виде заготовки где очень легко и быстро за считанные секунды мы можем заменить любой элементы это будет выглядеть естественно данный архив с макетами вы сможете скачать нам сайте ссылочка будет в описании под этим видео когда вы распакуете архив у вас будет 5 psd вариантов вот как раз 5 вариант это у нас вот этот вот вариант над которым сегодня в уроке я покажу как все легко и быстро здесь меняется кликаем два раза левой кнопкой мыши вот поэтому файлу 5 psd исходник он откроется у вас через photoshop здесь мы нажимаем окей все остальные варианты макетов они будут редактироваться по аналогии раскрываем слои у нас здесь три папки мы можем просто включить глазик и сразу увидеть что происходит то есть нижний слой нижняя папка это нас заливка background если нам в итоге потом нужно будет сохранить с прозрачным фоном мы отключим background и сохраним в png формате далее средний этот глазик это отвечает у нас за тюбик и первый так назовем его флакон чтобы его отредактировать мы открываем данную папку кликнув по стрелочке здесь имеется два две полоски слоев и две папки в котором тоже присутствуют свои элементы мы выделяем первый и вот у нас ездить смарт-объект два раза левой кнопкой мыши по нему кликаем здесь мы нажимаем окей и здесь вы размещаете логотип на тюбике который вам нужен вот здесь или же я просто демонстративно залью цветом нажму сохранить то есть чтобы у нас все применилось нам нужно нажать файл сохранить и в этой вкладке мы видим что у нас закрасилась то есть здесь может быть какой-то картинка логотип текста здесь все понятно здесь я эту вкладку закрываю а далее мы открываем вот эту папку следующую кликнув по галочке напротив здесь мы выбираем вот этот слой и кликом два раза левую кнопку мыши вот по этому объекту и здесь я выбираю например наложение цвета и посмотрите как колпачок у нас закрашивается чтобы сменить цвет колпачка вот здесь вот есть вот цвет вы кликайте по цвету и просто здесь перемещаете ползуночек вы видите здесь серый цвет и колпачок у такого серый получается нажимаем ok и ok меня это устраивает дальше в этой папке все мы и сворачиваем чтобы она не мешала и папка ниже разворачивать данную папку прокручиваем ниже здесь мы можем изменить цвет самого флакона и там у нас есть такой же стержень внутри для распылителя да мы тоже сможем сменить ему цвет выбираем нижний этот вариант кликаем два раза левую кнопку мыши по этому объекту и можно здесь поиграться например выбрать наложение градиента и посмотрите какая красота чтобы сменить градиент вы выбираете его здесь то есть я выбрал последний вариант вот посмотрите я меняю градиент как он меняется здесь все выглядит естественно красиво то есть или можно просто то есть поиграться здесь наложить цвет да не обязательно это должен быть градиент но мне симпатично это например глянец можно убрать наложение градиента выбрать глянец поменять цвет у глянца вы видите такой нежный фиолетовый или просто тупо наложить цвет вот он да так же кликнув по нему здесь можно что-то изменить нажимаем ok и у нас вот этот верхний слой это стержень два разлива кнопку мыши кликаем также по квадратику здесь я выбираю наложение цвета например и наверное какой-то вот такой возьму вот теперь отчетливо видно наш вот это вот стержень внутри вот так вот все меняется да выглядит как действительно флакон естественно все теперь как меняется тюбик мы сворачиваем основную папку выбираем среднюю здесь конечно же все так же по аналогии я сейчас уже быстренько делаю потому что здесь уже думаю разберется каждый заливаю цветом сохранить вы видите как тюбик залился далее кликаю по папочке вложенный здесь у нас тоже наложение ингредиента вы видите как закрасился колпачок у данного тюбика окей принципе у нас все готово чтобы сохранить это все дело в хорошем качестве с задним фоном в jpeg то мы выбираем файл сохранить как здесь мы выбираем формат jpeg выбираем вот здесь сохранить качество 12 наилучшее и нажимаем окей а если же надо сохранить с прозрачным фоном конечно же мы отключаем бэкграунд и и также можем сохранить с хорошим качеством если нам нужно сохранить для интернета изображение нужно нам будет убавить чтобы не нагружать сайт то есть сжать изображение для этого мы выбираем файл экспортировать сохранить для веб здесь обязательно убедитесь в том что у вас был нужен размер изображения в данном случае это очень большой я выберу например 600 пикселей автоматически высота у меня подстраивается чтобы высота автоматически подстраивалась у вас здесь вот скрепочка должна быть включена то есть вот сейчас я кликнул видите в данном случае пропорции не будет сохраняться а вот в таком варианте будут значит если в jpeg формате с фоном задним здесь у нас jpeg очень высокое качество качество 80 и нажимаем здесь сохранить а если же в png без заднего фона то здесь мы выбираем png 24 и также нажимаем сохранить кнопка ниже на этом здесь все урок закончен надеюсь для вас урок был полезным если это так поддержите меня лайком и подпиской на канал чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь